Продукты с большим количеством белка, чем в яйце. Нут. Яйца, содержащие около 6 граммов белка, являются отличным источником этого жизненно важного питательного вещества. Но многие другие продукты предлагают столько же или даже больше. Например, нут содержит около 8 граммов белка на половину чашки. Люди наслаждались им со времен Древнего Египта. В наши дни они наиболее известны как основа для хумуса. Бросьте горсть в салат или приготовьте их в сытном супе. Творог. Этот питательный источник белка, содержащий почти 12 граммов в половине чашки, хорошо сочетается с другими. Это связано с тем, что он сам по себе не имеет ярко выраженного вкуса. Сделайте здоровую закуску, сочетая творог с любыми фруктами. Или используйте его в качестве секретного ингредиента для повышения уровня белка в блинах. Выбирайте обезжиренный творог, чтобы сохранить здоровье. Миндальное масло. Этот кремовый спрет не так известен, как его арахисовый кузен. А вот при 7 граммах белка в 2 столовых ложках так и должно быть. Благодаря большому количеству полезных для сердца жиров, это отличный способ подкрепиться перед тренировкой. Вы даже можете приготовить его дома. Все, что вам нужно, это миндали и блендер. Приправьте корицей мускатным орехом, ванильным экстрактом или порошком карри, если хотите. Сыр Чидар. Этот пикантный сыр богат белком, около 7 граммов на унцию, а также другими питательными веществами, такими как кальций, цинк, фосфор и витамины А и В12. Но держите свои порции маленьким или выбирайте менее жирную версию. Жиры, содержащиеся в молочных продуктах, не являются полезными для сердца. В сыре тоже может быть много соли. Чечевица. Полстакана этих бобовых дает вам 8 граммов белка, примерно столько же, сколько вы получили бы из одной унции постного стейка. Они бывают разных цветов, коричневые, зеленые, черные, желтые, красные и оранжевые. Они готовятся быстрее, чем фасоль. Их даже не нужно предварительно замачивать. Попробуйте коричневые в вегетарианских бургерах, зеленые в салатах и красные в остром карри. Семена тыквы. Не выбрасывайте их после того, как раз режете тыкву. Более простой способ – купить уже обжаренные семена тыквы в магазине. В унции очищенных от скорлупы семян содержится 8,5 граммов белка. Они также являются хорошим источником цинка, железа, меди, магния, калия и селена. Съешьте горсть с яблоком для сытной закуски. Или добавьте их в овсянку, мюсли или тесто для домашнего хлеба. Креветка. Вам нужно всего около 4 унций этих моллюсков, чтобы получить более 17 граммов белка. В них также мало калорий жира, а также мало ртути. Креветки тоже готовятся быстро. Но отойдите от жареных во фритюре сортов. Вместо этого бросьте жареные креветки в пасту с соусом маринара, чтобы быстро приготовить богатую белком еду. Кенаа. Это цельное зерно, на самом деле съедобное семя, содержит около 7,5 граммов белка на чашку. Это также хороший источник клетчатки. Безглютеновая кенаа также проста в приготовлении, как и рис. Поскольку он сам по себе довольно безвкусный, добавляйте его в салаты или зерновые миксы. Вы также можете съесть его, как горячую кашу, или даже приготовить попкорн. Вяленое мясо. Давно известное как запасной вариант для пеших прогулок, представляет собой вяленое нежирное мясо. Одна унция может содержать до 15 граммов белка. Многие бренды содержат большое количество соли, сахара и добавок, таких как нитраты. Но некоторые новые продукты меняют репутацию вяленого мяса, как нездоровой пищи. Вы можете найти вяленое мясо из индейки, лосося и даже лося из страуса. Проверьте этикетку на наличие натрия, сахара и химических веществ. Вы также можете сделать свой собственный. Семена канапли. Они не поднимут вам кайф. Они из другого сорта каннабиса, чем марихуана. Но эти ореховые на вкус семена, иногда называемые конопляными сердцевинами, содержат большое количество заряда белка. Три столовые ложки дают вам 9,5 грамма, а также много полезных для сердца жиров. Они вкусны при смешивании со смузи. Добавить немного конопляного молока в утреннюю кашу. Эти ореховые на вкус семена, иногда называемые конопляными сердцевинами, содержат мощный заряд белка. Три столовые ложки дают вам 9,5 грамма, а также много полезных для сердца жиров. Попробуйте добавить немного конопляного молока в утреннюю кашу. Добавить немного конопляного молока в утреннюю кашу.